Я первым кругом поехал сегодня, у нас в 6.30 с Балтийской крепости Перу. И прям народ уже знает, видимо, смотрел где-то новости и прям заходит. Прям мы увезли почти что полный автобус на Спартак-2. Люди не просто ждали новые автобусы, а недавно просили обновить городской пассажирский автопарк и увеличить количество выходящего на дороги транспорта. Просили также вернуть популярные маршруты. К таковым, кстати, относятся и единица, и десятка. Еще в феврале 41 автобус большой вместимости прибыл в Барнаул. Их приобрели по решению губернатора. Часть в апреле прошли обкатку, и сегодня маршрут номер один возобновил движение. Я еще не услышала, думаю, ну замечательно. Невыносимо уехать очень. Если добавятся новые, то прекрасно будет. Они еще новые, современные, такие хорошие автобусы. Десятый обязательно нужно возобновлять, потому что раньше мы на нем ездили без проблем. Вот он у нас как раз там проходит, и сюда приезжает без пересадок. А сейчас, конечно, они хорошие, они удобные. Если пойдут, хорошо. Мы прям будем рады. Десятку надо пускать. Ездили очень-очень редко, единицы, десятки. Выходные дни вот эти вообще не видно. Вообще не было, не ходили. Но вы сейчас уже пускают новые, что скажете? Очень рады будем. Довольны, конечно. Новый автобус, новая радость. Игорь, водитель с 20-летним стажем, впервые получил для работы новый автобус. Раньше доставались исключительно подержанные. На старом предприятии его Мерседес 90-х годов ломался регулярно. Хотя машина отличная, но возраст давал о себе знать. Рассчитывает, что новые КамАЗы тоже долго прослужат. Ну, я думаю, что 10-то лет точно проездит. Как бы не должен он, что он там сгнить. У него как бы все поблицовка, все пластиковое. Этот автобус, конечно, новый. Он отличается и комфортностью повышенной, и плавностью хода, мягкостью. Ну, мне он понравился очень сильно. Я когда на него сел, прям с удовольствием, думаю, буду работать. В Горэлектротранс Игорь пришел в апреле от частника. Говорит, предложили хорошие условия. Впрочем, новых водителей здесь уже приняли 17 человек. И ждут, что люди еще придут. У нас белая зарплата. Построена вся работа на федеральном законодательстве. Мы гарантированно отпускаем в отпуска на больничные листы. Ну, то есть полностью государственная деятельность. Ну и второе, да, мы для водителя автобуса зарплату установили 80 тысяч рублей. Водителей продолжают набирать. Напомню, что новые автобусы оснащены современным оборудованием. К примеру, кондиционерами. У людей есть также возможность зарядить телефоны. Специальная кнопка позволяет человеку с ограниченными возможностями дать сигнал водителю, чтобы тот принял меры для высадки и посадки таких пассажиров. Отметим, что маршрут единицы немного подкорректировали для удобства населения. Теперь автобус заезжает и в новые микрорайоны. Так что уехать барнаульцам теперь должно быть проще. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.